Итак, всем привет! Сегодня я расскажу вам про телевизор фирмы Mitsubishi Motors, модель 56P QF65LCU, ЖК-панель диагональю 65 дюймов. Телевизор поддерживает 4K Ultra HD, тип матрицы TFT-MVR, яркость 450, контрастность 1200 к 1, угол обзора 176 градусов. Как можете видеть, 5 кулеров системы охлаждения. Почему? Потому что он сильно греется. Очень сильно греется, с передней стороны можно даже загорать перед этим телевизором. Излучение от него очень сильное. Время отклика экрана 6,5 мс. Есть прогрессивная развертка. Поддерживает телевизор стандарты PAL, SICAM, NTSC. При подключении к ПК максимум, что можно на него вывести, это Full HD видео. При этом есть возможность объединить 4 изображения в одно, то есть вывести на него как на 4 монитора и объединить потом в один. Используя соответствующие утилиты. HDMI выхода нету, как и входа, собственно. Нету ни тюнера, ни звука. Много чего нету. Весит 51 кг. Крепление на стену затруднительно. Хотя подкрепление соответствующие разъемы предусмотрены. В комплекте даже идет оборудование дополнительное для крепления. Но в данном случае он смонтирован на ножки. Ножки тоже железные, кстати. Потребляет он 540 ватт. Изображение, ну, на мой взгляд, неплохо. Но могло бы быть и лучше. Использовать в качестве монитора, на мой взгляд, смысла не имеет. Сильно греется. Стоит система защиты, которая периодически отключает его из-за перегрева. Стоит очень дорого. В районе 2 миллионов рублей. Ну, если рассматривать как передовую технологию, один из первых мониторов 4К, в принципе, цена приемлемая, особенно для крупных компаний. На данный момент представляет из себя интерес только в качестве музейного экспоната. Посмотреть, с чего все начиналось. Уверен, в скором времени можно будет видеть по приемлемой цене подобные мониторы. Куда более тонкие, чем этот. У этого толщина составляет 133 миллиметра. На этом все. Спасибо. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok